И еще к нам поступил вот такой вопрос из зрительного зала с нами. На связи Наталья Шадрина. Наталья, приветствуем вас. И Наталья задает вот вопрос такой. Расскажите о том дне, когда вы вдруг решили работать в интернете. Вот именно день. Вспомни вот день. Как это было? Я помню этот день. Очень хорошо помню. На самом деле я работала в интернете, развивалась в интернете еще в 2013 году. Но тот момент, когда я конкретно решила, что все, с меня хватит, мне надо в интернет. Я вижу, что там деньги есть, что там надо зарабатывать, можно и нужно. Это был не день, это была ночь. Я на тот момент была администратором в гостинице. У меня была смена ночная. Я сидела на своем рабочем месте под прицелом камер. Потому что нельзя было спать ночью, нельзя было куда-то уходить, отлучаться. Потому что тут, может быть, поступит телефонный звонок, и никого рядом нет. Потому что я находилась в трехэтажном огромном здании одна. За администратора, за охранника, за кочегара. В общем, за всех подряд. Пять должностей у меня на тот момент было. За уборщицу. В общем, я сидела, значит, что мне делать было. Спряталась за монитор компьютера. Сидела с телефоном. Листала ленту новостей ВКонтакте. И думала о том, что я так устала от вот этого вот состояния, когда тебе страшно, когда приходится закрывать окна. У нас там как бы такое вот место было, да, где постоянно ходили какие-то там пьяницы, наркоманы на улице. И я одна такая вот хрупкая, не хрупкая, да. Но все-таки девушка, женщина, мама детей своих. И я была одна вообще везде там вот как-то. Мне было очень страшно. Я закрывала окна такими, знаете, на потолок приклеивали раньше. Забыла. Пенопластовые какие-то вот панели, да. Я закрывала ими окна. Я сидела, пряталась, чтобы никто там не заглядывал, да. И вообще на улице теми, мне страшно. В общем, вот это вот было состояние такое, когда я прям вот сидела и думала, все, как мне уже не дает. Я не доела, как я не хочу. Я вообще хочу уволиться. Все, еще, еще недельку, еще две. И учитывая то, что это была зарплата, там, я работала за пятерых, да, работала по вот этим вот сменам. Работала потому, что мне нужно было, да, была нужда и в деньгах, и вообще как-то вот постоянная давка со стороны, там, ну, близких людей, да. Мне мужа, но в основном родственников, да, которые говорили, что, ну, что ты сидишь-то дома-то, иди работай. Вот я пошла работать. Ну, поработала, мне хватило. И вот именно в ту ночь, когда вот это вот я сейчас вот рассказываю, представляю, как это было, да, я сидела у телефона, я листала ленту, я нашла сообщение, точнее, пост о том, что есть вот такая компания, да, редак, что можно зарабатывать деньги, что это связано с криптовалютой биткоин. Я еще практически не понимала, что такое криптовалюта, да, и не понимала, как вообще мне это пригодится, не пригодится, но я увидела, что там есть деньги. Я сказала, все, хватит, я пошла разбираться. Я потом полночи еще смотрела видео, смотрела всякие вот эти вот отзывы, как люди зарабатывают деньги в интернете, да, и я уже тогда поняла, что все, мне надо увольняться, и мне надо прямо вот себя вот в это дело очень хорошо закинуть и в этом развиваться. Хотя на тот момент я уже себя там пробовала в каких-то там проектах, там что-то, да, но это было несерьезно, я не осознавала, что я буду вообще интернет-предпринимателем. Ну, эта ночь, она вот у меня запомнилась в голове, и я знаю, что у многих бывают такие ситуации, да, когда уже ты понимаешь, что все, уже нет сил, нет терпения. Да, очень интересный рассказ, да, такой подробный, личный, и наверняка это можно назвать такой точкой кипения или переломным моментом, который вот это все, это действительно был переломный момент, я даже вот уверена сейчас, те, кто слушали, прямо вот задумались, да, те, кто вот вообще сегодня ничем не занимается и продолжает сидеть и жаловаться на эту надоевшую работу, на эти ночные смены, на низкую зарплату, на то, как это все страшно, да, как больше времени с детьми и так далее, и так далее, и так далее. Ребят, шанс в жизни выпадает у каждого, не упустите свой шанс, и сегодня, если хотя бы какая-то доля информации с вами срезонировала, подумайте, задумайтесь, и я думаю, вы сделаете для себя правильные выводы.